Все это дело началось накануне парламентских выборов в Республике Молдова, которые прошли 30 ноября 2014 года. Есть такое понятие, как предпосылки или повод и причины. Причины лежат более глубоко в тех или иных событиях или явлениях, а повод на поверхности. Думаю, что власти не были уверены, смогут ли они сохранить управление в отношении государства, так как вектор европейской интеграции вызывает протестное восприятие, если не у большинства, то у многих граждан Республики Молдова. И поэтому власти не были уверены, смогут ли они сохраниться. И для того, чтобы правильно моделировать общественным созданием, нужно было выдумать образ врага или создать его так, чтобы в конечном итоге организовать правильное голосование. И я думаю, что неспроста это дело возникло, было придумано режиссерами этой истории именно накануне парламентских выборов. Так и случилось. 26 ноября прошлого года, буквально за 4 дня до выборов, дата была тоже подобрана не случайно, начались обыски в квартире Михаила Амирберга, собственником которой он является, на Чеканах. Я лично присутствовал при обыске, лично даже на тот момент не был знаком с Михаилом, и воспринимал эту ситуацию как какую-то ошибку, и не думал даже, и не планировал, что эта история превратится в такую многомесячную судебно-прокурорскую драму. При обыске в тот день у Михаила нашли и изъяли оружие, которое, кстати, находилось у него на совершенно законных основаниях, и боеприпасы к этому оружию. Также рукописные тексты со времен его обучения в Институте физкультуры и спорта, а также экстремистскую литературу в виде плакатов к 27-му съезду КПСС. Вот все, что забрали. Все это поместили в одну бочку и отправили в прокуратуру. Затем, в тот же день, Михаила задержали на 72 часа по подозрению в организации преступной группировки, которая была создана в целях захвата и свержения государственной власти на территории Республики Молдова. Ни много, ни мало. Срок наказания за такое преступление достаточно серьезный. От 8 до 15 лет лишения свободы, при этом условное осуждение исключается. То есть реальная отсидка в местах не столь отдаленных. Грозило Амирбергу. Затем, потом я узнал, что параллельно шли обыски еще на других квартирах, еще примерно около десятка объектов стали предметом контроля силовиков. В том числе прошли обыски и в квартире Павла Григорчука. Так как он родом с Кагула, он снимал квартиру на Ботанике. Именно там прошли обыски у него дома. У него изъяли ноутбук, два телефона и пару листовок. Все, чем был богат Павел, это и изъяли. И ему предъявили то же самое обвинение в создании организованной преступной, или, как говорят прокуроры, криминальной группировки, также в целях захвата, свержения государственной власти. Значит, организованная преступная группировка – это антифа. То есть неформальное общественное обвинение – антифа. Предъявили обвинение и одному, и другому по этой статье 284, часть 1 Уголовного кодекса. И я понимал, что без детального разбора по полочкам этого состава преступления невозможно было докопаться до правды и разбить это обвинение так, чтобы понудить в рамках парциальных норм и способов, которыми может оперировать адвокат, обвинение для того, чтобы смягчить предъявляемые подозрения. И я начал анализировать, что вменялось на тот момент ребятам. Во-первых, создание антифа путем рекрутирования молодых людей с хорошей спортивной подготовкой, которые могут владеть огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя и даже с навыками летального исхода для оппонентов, с которыми они вступают в контакт. Второй пункт создания и участия – аккумулирование значительных финансовых ресурсов и средств для финансирования этой организации, включая от ее элементарных каких-то аспектов деятельности, зарплата участникам боевому крылу. Потому что без золотого запаса, как в известном фильме говорилось, хлопцы от пана атамана разбегутся. Вот они и аккумулировали эти деньги. Причем, откуда они эти деньги брали, какие это деньги – неизвестно. В-третьих, вербовали значительное количество людей для расширения своего боевого крыла этой организации. И планировали они захват власти путем организации массовых беспорядков на территории Молдовы, накануне парламентских выборов и сразу после. Вот эти направления были им предъявлены в качестве обвинения. Ну, мы начали активно оппонировать. Ну вот смотрите, сказал я как-то на пресс-конференции, давайте разберем каждое направление по полочкам. Вот аккумулировали значительные денежные средства, с одной стороны, обвинения. Какие доказательства? На квартире при обыске у Амерберга нашли 310 евро, последняя зарплата жены по месту работы до ее увольнения. Я спрашиваю, ну разве на 310 евро можно финансировать крупную организацию, которая призвана аж свергнуть государственную власть? Неужели власть себя так не ценит? Или неужели власть так дешево стоит, что ее можно свергнуть за 310 евро? Ну смешно, правда же? Меня кто-то начал спрашивать, там из зала из корреспондента, может быть 3 миллиона 100 тысяч евро, вы может перепутали где-то, может 2 нолика у вас? Я смотрю по бумагам. Да нет, говорю, 310 евро пересчитали в перчатках и изъяли. Эти деньги, кстати, вернули через неделю обратно Амербергу. Ну, видимо, убедившись в том, что действительно это не та сумма, на которую прокуроры могли рассчитывать. Во-вторых, вербовали, но никого они не смогли представить из-за вербованных элит, чтобы кто-то мог дать показания или быть свидетелем, что да, меня Амерберг, Григорьчу хотели завербовать, вооружить до зубов, сделать из меня шахида, чтобы я и мои другие завербованные зомби могли свергнуть эту власть. Не было ничего. То есть пустые голословные, декларативные обвинения. Для своего боевого крыла также набирали лиц с хорошей физической подготовкой. Где эти лица? Если они есть, почему задержали одного Амерберга, а другого Григорьчука? Где остальные завербованные с хорошей физической подготовкой? Где они? Нету их. И так, в конце концов, органы поняли, что они погорячились. Видимо, в спешке они не смогли юридически верно и грамотно квалифицировать действия ребят. И в уголовном кодексе много статей, и им нужно было оперативно, ведь до выборов оставалось 4 дня, подобрать хоть какую-то статью, которая максимально могла соответствовать этому плану. Но не удалось, потому что через претенции нельзя спешить. Все должно быть обосновано и грамотно сделано. В итоге это обвинение развалилось. Так что 20 декабря, 20 декабря, сторона обвинений отказалась от предъявленного обвинения в связи с свержением власти с помощью Антифа. Продолжение следует...